Если мы говорим про биологию, то тут все-таки, как мне представляется, это как раз тот редкий случай, когда, ну не то, что редкий, тот случай, когда вообще условная классификация, которая есть, она не классификация ради какой-то кабинетной науки, а классификация, которая позволяет принимать решения. Как мне представляется, у нас на сегодняшний день при диагностике рака толстой кишки есть три переключателя. Есть мутации в генах РАС, КРАС, НРАС, БРАФ или их нет. Это возможность применения ингибиторов ИГФР. Есть ли микросателитная нестабильность или нет? Это вопрос об иммуномодуляторах. И, наконец, БРАФ, мутация, она плоха тем, что нельзя назначить РБТУКС или ВИКТИБИКС, но хороша тем, что это мишень, для которой есть свои специфические ингибиторы. Ну, в отношении трижды негативного рака, опять же, если быть педантами, на самом-то деле в рекомендации входит только мутационный анализ КРАС, НРАС. Но я убежден, что БРАФ должен входить в эту тройку. Почему? Во всем мире вообще не зарегистрировано ни одного достоверного случая, чтобы пациент с БРАФ мутированной опухолью толстой кишки ответил на терапию антителами, монотерапию. И более того, всякие метаанализы, совокупные анализы показывают, что, в общем-то, БРАФ мутация тоже должна быть здесь. И просто то, что ее нет, это статистические особенности. Но так или иначе, когда трижды негативный рак толсты кишки, то, по-видимому, все-таки предпочтительнее таких больных лечить антителами КГФР. Это Виктибикс или Эрбитукс. Микросателлитная нестабильность. Тот тест, которым, честно говоря, раньше пренебрегали специалисты, но сейчас с появлением иммунотерапии, может быть, он наконец-то займет свое достойное место. Микросателлитная нестабильность – это абсолютно особый по тип рака толстой кишки. Причем, если мы возьмем метастатический рак толстой кишки, то это редкая ситуация. В литературе пишут, что 4% метастатических раков толстой кишки имеют микросателлитную нестабильность. По нашим собственным данным, мне кажется, что еще меньше, потому что есть там своя специфика определения этого теста. Что такое микросателлитная нестабильность? Это когда опухоль накапливает огромное количество мутаций и, как следствие, становится антигенной. Как следствие, опухоли с микросателлитной нестабильностью встречаются либо среди очень пожилых пациентов, которым за 70-80, либо среди молодых пациентов, у которых наследственный рак толстой кишки. Они являются хорошими кандидатами на терапию современными антителами. Ну, например, здесь пембролизумаб. Ну и, наконец, бераф-мутация. Это примерно 5% больных с раком толстой кишки. Посмотрите, сама по себе монотерапия бераф-ингибиторами, она неэффективна. Почему? Потому что активируется компенсаторный каскад, активируются рецепторы с GFR. А вот сочетанная терапия, в данном случае, в этом испытании речь идет о сочетании бераф-ингибитора и GFR-антител. Дает, в общем-то, очень неплохие результаты. Ну и не могу не похвастаться. Вот это наше собственное наблюдение. Это пациент не с раком толстой кишки, а с еще более неблагополучным раком. Рак желчного пузыря. Пример опухоли, который резистентен к любой терапии. Посмотрите, в данном случае удалось найти мутацию бераф, это 2% всех опухолей. И здесь комбинация вемурафениб, бераф, панитвумуап и GFR. Ну и все-таки коллеги побоялись, иринотыкан оставили, но при монотерапии иринотыканом частота объективных ответов 9%. А вот тут при этой комбинации у нас полный ответ. Безусловно, здесь роль сочетанного угнетения. Но так или иначе, в общем-то, опухоли, где понятно, что делать, где есть какие-то идеи, они составляют в лучшем случае четверть или треть всех больных. А оставшиеся больные, они имеют мутации КРАС и НРАС, или НРАС, соответственно, не имеют мутации бераф, не имеют микростелитной нестабильности. И там особых идей по таргетной терапии нет. И единственное, что обсуждается, это назначение ингибиторов ангиогенеза. Ну, на самом-то деле, в 1971 году, когда Джуда Фолкман разрабатывал концепцию, все считали это чудачеством. Он пытался доказать, что опухолевые клетки для того, чтобы сформировать опухоль, мало делиться непроизвольно. Надо еще вырабатывать активные вещества, которые способствуют образованию собственного ангиогенеза. Так или иначе, спустя прошедшее время показали, что это действительно так. Действительно, опухолевые клетки, которые формируют опухоль, активно выделяют факторы ангиогенеза. Но что существенно, как ни странно, это уникальный процесс. Сосудообразование происходит только с ростом организма или при травмах. А оказывается, в норме, для меня это было большой новостью, сосудообразования нет. Нет круговорота сосудов, нет заменяемости клеток. Получается, что рост опухоли – это уникальный процесс, при котором образуются новые сосуды. Следовательно, образование новых сосудов является мишенью. В свое время много энтузиазма было с антиангиогенными препаратами как таковыми. Исходили из того, что раз все так просто, назначаем антиангиогенный препарат, и будет регрессия опухолевого очага. Но так или иначе, то, что хорошо работает на мышах, на человеке оказалось неправильным. На сегодняшний день монотерапия ингибиторами ангиогенеза имеет весьма условную эффективность. Но посмотрите, в данном случае речь идет о регистрационном испытании авастина. Действительно большая разница между пациентами, которые получали стандартную химиотерапию, и теми, которые получали эту же терапию, но с ингибиторами ангиогенеза. Почему так происходит? Почему ингибитор ангиогенеза сам не работает, а в комбинации работает? И тогда возникла совсем другая концепция – нормализация ангиогенеза. Посмотрите, вот это сосудистая сеть в норме. Ну, понятно, здесь хорошая архитектура. Опухолевая клетка, она формирует сосуды не по какому-то плану, а просто вследствие достаточно беспорядочного выделения факторов ангиогенеза. Получается, что у нас сосудистая сеть становится запутанной, и кровь начинает двигаться по кругу, возникает застой болота. И как ни парадоксально, но вообще результат воздействия ингибиторов ангиогенеза – это уничтожение незрелых сосудов, тех сосудов, которые не имеют поддержки перицитами. Вот и получается, что на самом-то деле сама концепция ингибиторов ангиогенеза, она изменилась точно сюда наоборот за прошедшие 10 лет. Если вначале говорили об угнетении ангиогенеза, то сейчас политически корректное слово – нормализация ангиогенеза. А по сути-то речь идет об улучшении кровотока. Потому что, посмотрите, это график, который показывают много раз, это доставка иринотыкана в опухоли, это без ингибиторов ангиогенеза в опухоли отек, она не может принимать на себя лекарства. А если добавляется ингибитор ангиогенеза, он уничтожает незрелые сосуды, по сути дела восстанавливает нормальный кровоток и позволяет препарату проникать в опухоли. Но на самом-то деле наш соотечественник, даже ленинградец Юрий Лазебник недавно написал довольно большую проблемную статью в престижном американском журнале. Он ехидно высказался, что современная фарминдустрия сначала открывает лекарства, а потом подбирает болезни, для которых оно эффективно. Ну, концепция ангиогенеза является ярким примером, когда то, что получилось, в полном противоречии, с точностью дооборот с исходной концепцией. Что существенно? Конечно, в общем-то, открыл эту эпоху бевоцезумаб, антителок, фактор роста эндотелия. Но надо понимать, что это фактор роста эндотелия, это далеко не единственный компонент системы ангиогенеза. Более того, ну вот опять же здесь есть политическое корректное слово для рецепторов, применяется промискуитет. А на самом-то деле промискуитет – это более корректное название слова проституция. Потому что посмотрите, что получается. Здесь фактически каждый элегант взаимодействует с каждым рецептором, и в свою очередь каждый рецептор взаимодействует с каждым элегантом. Получается, что даже если вы один самый главный элегант удаляете из картинки, все равно возникают коллатерали, все равно ангиогенез происходит. Ну и поэтому принципиально новые подходы – это идейный шаг вперед. Задача не инактивировать каждые молекулы, а совсем другой подход. Берутся сами участки рецепторов – VGFR1, VGFR2, то есть сами участки рецепторов. И они сажаются при помощи специального каркаса. Что получается? Рецепторы схватывают не какой-то определенный элегант, как антитело, а все элеганты, с которыми они могут связываться. Это ловушка для факторов ангиогенеза. И назначая подобный препарат, удаляются из кровотока все элеганты, которые потенциально могут связываться с этими элегантами. Ну, по крайней мере, в теории это должно быть более мощным средством. И, по крайней мере, в экспериментах на мышах это действительно так. Посмотрите, вот это динамика роста опухоли. Синяя – это бивоцезумаб, моноингибитор VGFR, фактор роста эндотелия. А красная – это афлиберцепт. Это ловушка для нескольких элегантов. Посмотрите, афлиберцепт заметно более эффективен у мышей. Это ксенографты, перевитые опухоли, чем авастин. Ну и, в общем-то, результаты клинических испытаний с этой практикой согласуются. Действительно, афлиберцепт увеличивает продолжительность жизни не только хемобольных, которых только получают лечение, но даже тех, которые ранее получали авастин. А ведь это вторая линия терапии. Спасибо за внимание. Евгений Наумович, я, честно говоря, когда прочитал название, я думал, вы будете говорить о другом. А правая и левая половина, как отличаются они, чем-то отличаются с точки зрения патогенеза и с точки зрения выбора терапии? Ваше мнение. Ну, в общем-то, это все правильно. Если брать сами по себе факты, то, в общем-то, я не могу сказать, что это абсолютно новые данные. Известно было, что опухоли достаточно давно, толстые кишки, на самом-то деле, делились на правосторонние и левосторонние. Все-таки, если мое мнение, то, ну, вот в эту эпоху надо ориентироваться на молекулярные показатели, те мутации, которые я показывал, нежели на саму локализацию опухоли. Мне кажется, что это правильно. Потому что первое, почему происходят отличия, ну, в частности, по той же частоте микростеллитной нестабильности, по частоте мутации Бераф, а это же оказывает колоссальное влияние на естественные течения заболевания. Продолжение следует...